Тверской Дом Народного Творчества отмечает свой 85-летний юбилей. Учреждение является одним из старейших в нашей стране. О его работе, достижениях и сотрудниках расскажет наш корреспондент. Областной Дом Народного Творчества создан в конце 1936 года. А уже через два года здесь прошел первый смотр художественной самодеятельности. Работа учреждения не прерывалась и в годы Великой Отечественной войны. Дом Народного Творчества занимается сохранением и развитием традиционной народной культуры. Декоративно-прикладного искусства. Как рассказывает директор Дома Народного Творчества Елена Малина, 85 лет для учреждения – это небольшой возраст. Мы молоды и по состоянию работы, и коллектив у нас молодой, интересный, креативный. Сейчас Тверской областной Дом Народного Творчества – это современное учреждение. Наша работа очень многоградна, очень многослойна. А с развитием технологий меняемся и мы, потому что мы очень активно вышли сейчас в информационное поле. Действительно, Дом Народного Творчества идет в ногу со временем, ведя активную деятельность в социальных сетях, проводя прямые трансляции и конкурсы. Есть свой видеоканал на Ютубе, где мы публикуем концерты, публикуем наши проекты. Стараемся обучать специалистов работе в интернет-пространстве. Проводим семинары, мастер-классы, приглашаем ведущих специалистов Российской Федерации. Тверской Дом Народного Творчества успешно сотрудничает с Министерством культуры Российской Федерации. Государственным Российским Домом Народного Творчества, высшими и средними профессиональными образовательными учреждениями художественного профиля региона. За прошедшие 85 лет в учреждении появились свои традиционные мероприятия и конкурсы, такие как межрегиональный фольклорный праздник «Троицкие гуляния», областной фестиваль-конкурс киновидеофильмов «Земля Тверская». Безусловно, брендом Тверского края стал областной открытый фестиваль имени Татьяны Алексеевны Устиновой. Наш международный фестиваль и всероссийские фестивали «Андрейские дни» знает вся страна. И все стремятся к нам приехать, побывать на родине Василия Васильевича Андреева, в Бежицке. Уникальным структурным подразделением Дома Народного Творчества является музейно-выставочный комплекс имени Лизы Чайкиной. Здесь проводятся различные выставки областного и всероссийского уровня по разным жанрам и направлениям. Начали мы наш юбилейный год с очень интересной выставки «Свет Мирус», которая проводилась совместно с епархией Тверской. Она пользовалась очень огромной популярностью именно среди студентов и учащихся города Твери и Тверской области. В этом году мы также провели всероссийский проект, на который и сейчас многие жители города Твери и Тверской области могут прийти в наш музейно-выставочный центр. Он называется «Гончаря России. Глиняная игрушка. Детская художественная керамика». В юбилейный год Дому Народного Творчества предстоит завершить начатые проекты и создать новые. Осуществить множество идей и планов вместе с коллегами из муниципальных образований и сделать учреждение еще более уникальным.